Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты обновления Lineage 2 Mbile. Первый ивент – вечеринка на Жуткий Хэллоуин. До 2 ноября, период проведения ивента, будет доступна подземелье Жуткий Хэллоуин. За охоту на монстров в ивентовом подземелье можно получить предметы Кристалл, улучшенный кристалл, подарочный сундук Хэллоуина, Также свитки, модификации, знаки Шилен, фрагменты рецепта создания редкого и героического оружия, доспехов, украшения, подарочный сундук на Хэллоуин, предметы, знак поручения от 10 до 200 штук, фрагменты редкого рецепта, печать, благословение. Вот, видим, появилось вот такое ивентовое подземелье, в котором я был уже 1 часок. Видим 30, 50, 55, 60 уровни. Хэллоуинская огромная тыква. Такой босс. Это просто такая огромная тыква, которую все бьют. Она в ответ не отвечает вам. Это босс такой. Он будет подсвечиваться на карте, где он появляется. Также, кроме босса, есть мобы. Монстры. Видим, что с игрового клиента информации, то падает кристалл и улучшенный кристалл с них. Там есть прочная тыква, вот, призрак тыквы. Если мы зайдем на сайт, то мы увидим, что с призрак тыквы еще падает знак шилин, знак поручения, фрагменты редкого рецепта оружия и элитный тыковный монстр. Но это такого я не видел, не искал. И сама хэллоуинская огромная тыква. Свитки модификации. Знак поручения. Кристаллы. Благословенные свитки. И фрагменты рецептов создания редкого героического. Я не знаю, кто вот это все пишет, как бы вот эти ивенты. Но я хотел бы этому человеку, если у него нормальные деньги за вот это, что он там переводит вот эти ивенты и вставляет на сайт. Я бы хотел бы ему... Потому что это так просто убого. Все написано. Тут не написано, когда распится сам босс. Почему? Возможно, ну я не вижу. Возможно, где-то тут такое написано, но я не вижу. Но по ощущениям босс респится раз в 50. Где-то раз в час, раз в 50 минут. Я не скажу. Когда я пытаюсь вот по этому сайту сделать обзор на ивенты, мне кажется, кто вот это пишет и вставляет, он вот делает именно так. Другого объяснения и такого похуизма и ошибок на сайте я не вижу. Главное, пайки по 1200 алмазов в игру вложить. Как бы, чтобы покупали, а все остальное пофиг. За босса награды не очень, чтобы за ним гоняться по карте. Чем-то напоминает остров неистовства по фарму Адены. Ну, плюс можно еще выбить кристаллы. Кристалл и улучшенный кристалл. Ну, мне повезло, прямо на мне появился этот босс. В общем, я убил два босса. Залутал с нею знаки поручения. Специальный сезонный пропуск Хэллоуина. До 2 ноября. При достижении каждого уровня сезонного пропуска, выдается награда, соответствующая уровню. Есть сезонный пропуск тот, что с 19 числа. А это дополнительно сезонный пропуск Хэллоуина, где вы выполняете те или иные действия, за которые дают очки и вы. Соответственно, повышаете уровень пропуска. Видим, пропуски дают энергию Энхасад за каждый уровень и финальная награда Чистый Эликсир. Активировать дополнительно премиум в пропуске стоит 1031 Адена. И не знаю, может это какая-то пасхалка, почему именно 1031 Адена? Вот интересно. Зелеразвитие 10%. Пир Наследника, Святая Вода, Эликсир Наследника. Позволяет получить сундук с обычным пособием на выбор. Кристаллы наименьшее 50 и самый большой показатель 200 штук. Также фрагменты позволяют получить случайные предметы списка. Можно получить 15 фрагментов той или иной стихии. Позволяет получить свиток пробуждения. Три штуки. Случайные предметы списка или 6. Карта Гатиона или 11. Бласовенный Камень Жизни. Сундук с пособием на выбор высокого качества. Улучшенный кристалл. Свитки модификации тоже рандомно. И перед финальной наградой у нас... Свиток Битвы 2 штуки. Зелье Пробуждения низкого качества 1 штука. Видим карты класса или 6 или 11 раз. Также Камень Духа. Максимальное количество 3 штучки. Также Благословенный Камень Духа. С неким шансом можно получить. Каждая награда в количестве 5 штук. Давайте посмотрим... Что у нас тут? Зелье Развитие 10%. 5 штучек. Также давайте вот этот откроем. Ну, фрагменты Ветра, фрагменты Огня, фрагменты Воды. Кристалл 500 штук. Понемножку и хорошо. Также при покупке Хэллоуинского пропуска будет начисляться с каждого члена клана по 1000 энергии Энхасад. Что очень круто. Особое письмо на Хэллоуин. 31 октября в 12 часов ночи будет отправлено особое письмо на Хэллоуин. В письме будет энергия Энхасад. Также 1031. Не знаю к чему это. Зелье Развитие 10%. Сундук с обычным посохом на выбор. Кристаллы. Рандомно фрагменты стихии 15 штук. Той или иной стихии. Сундук с пособием высокого качества на выбор. Свитки модификации. Карты класса Агатиона. Зелье пробуждения низкого качества 1 штука. Понемножку всего. В целом неплохо. До 2 ноября в период проведения ивента. Каждый день 9 часов по почте будет отправляться подарок в честь Хэллоуина. Награды будут выдаваться только в течении 3 часов. Поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц. Часы жуткого Хэллоуина 1 штука. Мешочек с сияющими антикварными вещами 2 штуки. Заряд души 500 штук. Дальше у нас идет статуя тыквы Хэллоуина. До 2 ноября. В период проведения ивента появляется НПС статуя тыквы Хэллоуина. Которая дает баф. Вот такая вот статуя прикольная. Если нажать на нее она нам предлагает взять у нее баф. Который будет действовать 4 часа. Он дает весь урон плюс 2. Снижение урона плюс 1. Защита плюс 1. Очень круто. Так перейдем к обновлениям. Видим что добавили 2 Агатиона. Один героический. Другой редкий. Вот такой вот Агатиончик. На Хэллоуин. Дух. Дерево. Бонус копыта 15%. Уменьшение расхода энергии. 22%. Макс грузоподъемность. Макс хп плюс 200. Добавили вот такую вот тыковку. Героический Агатион. Светильник Джека. Интересно насколько оно повышает снижение урона. Вот такие вот Агатиончики. Которые закрывают колы. Где достать такого Агатиончика? За 1500 алмазов. И видим тут. Карта Агатиона. Упорство. Высшего качества. И также можно приобрести за 1200. Видим. Высокого качества. С повышенным шансом. И такая же карта. Только один раз. За 120 алмазов. Или 11 раз. За 1200 алмазов. Также добавили бонусы. Ежедневный бонус. Праздничный Хэллоуин. Я короче собрал со всех твинов. Нашкреб 1000 алмазов. Как раз у меня получилось со всех твинов собрать алмазики. И вот такой ежедневный бонус. С виталочкой. Финальная награда. Редкий героический класс. Вот тут есть вот эти карты. Карта Агатиона. Упорство. Высшего качества. С повышенным шансом. Возможно мне повезет. Я вытащу. Узнаю свою удачу. Видим какие коллекции вместе с этими Агатионами можно закрыть. Выносилось шансы. Оглушение. Точность плюс 2. Физзащита плюс 2. Сопротивление умений. И весь урон. Плюс 2. Вот это мне тоже нравится. Увеличен рейтинг в катакомбах отступников Война Кланов. Увеличено количество очков рейтинга. Получаемых за победу катакомбы отступников Война Кланов. Насколько увеличено? Где это написано? Че это такое? Че за бред? Вот почему так? Они относятся к этой игре. Можно за 500 аден приобрести вот такую коробку. Пир наследника. Святая вода наследника. Эликсир наследника. Свиток битвы. По 5 штучек. Так, и на этом все. Вот такие вот обновления и ивенты мира Lineage 2 Mobile. Мало или много, много или мало решать только вам. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Продолжение следует...